Приветствую всех, кто сегодня находится у экранов телевизоров. Я нахожусь на кухне и сегодня приготовим нечто особенное. Вроде с одной стороны покажется, что все обычное, но это разная компоновка. Ведь все блюда, конечно же, имеют сходство, безусловно. Но когда мы меняем структуру, текстуру и так далее, все вот эти детали, это может превратиться в совершенно невероятное, фантастическое и очень вкусное блюдо. Давайте начнем с баклажана. Баклажан у меня пойдет на соус, соответственно, ему нужно время для того, чтобы запечься. Баклажан разрезаем и делаем такие глубокие надрезы наискосок для того, чтобы он быстрее пропекался. Мне нужна мякоть, из которой я сделаю соус. Вот такую насечку делаем раз, и то же самое делаем со вторым, вернее, со второй половинкой. Теперь мне понадобится противень. Выкладываю баклажан. У меня есть несколько зубчиков чеснока. Разрезаем их вдоль, такими, знаете, ну, любыми кусочками, чтобы можно было взять и воткнуть эти кусочки в разрезы внутрь баклажана. Втыкаем чеснок в баклажан, чтобы он пропекался и напитывал ароматом сам баклажан. Баклажан почти готов. Берем масло, рисовое Тайра, вот в такой вот в виде спрея. Я буду готовить на рисовом масле торговой марки Тайра. Это стопроцентно натуральный продукт с большим содержанием природного антиоксиданта. Масло имеет сбалансированный состав. Оно не только суперполезное, но и вкусное. И еще кое-что важное. У рисового масла Тайра высокая точка дымления, до 254 градусов. Оно не горит при жарке и не образует канцерогены. Более подробно узнать о полезных свойствах рисового масла и купить его можно на популярных маркетплейсах страны. У Тайра есть различные виды упаковки. Я возьму вот такой аэрозольный баллон для того, чтобы можно было нажимать и распылять его. Ну, когда я нажимаю его чуточку, он не распыляется, а просто льется, потому что здесь у меня нет ни бортов, ничего прочего. Но гипотетически, если я нажму сильнее, то он начинает пшикать сильнее. Тут зависит от того, какие у вас цели и задачи. Поэтому либо сильнее нажимаете, либо нежно нажимаете, и оно так дозировано очень проникает в разрезы баклажана. Теперь соль обязательно, потому что что же баклажанчик у нас без соли будет. Немного посыпаем и отправляем в духовку. У меня там 200 градусов, минут, наверное, на 15, пока я буду подготавливать все остальные ингредиенты, он уже запечется. Следующим этапом это фарш. Нужно подготовить его для котлеток. Я буду использовать мясорубку Starwind. Эта машина подходит для измельчения сырых и обработанных продуктов, натирания и шинковки, а также для приготовления колбас в домашних условиях. Обратите внимание, мясорубка компактная, но при этом довольно мощная. А также здесь предусмотрена защита от перегрева и перегрузки. Фарш будем делать из баранины и курицы. Значит, берем не просто баранину, а смотрим, где у нас жирные кусочки. Отрезаем кусочки с жирком. Это обязательно, потому что как мы делаем свиноговяжий фарш? Берем свинину для того, чтобы за счет свинины у нас получилась сочность, жир, который делает как раз фарш сочным. Все, нарезаем небольшими кусочками для того, чтобы мясорубку не насиловать, чтобы ей было легче. Я, наверное, еще даже кусочек отдельно жира еще добавлю. Вот так. Значит, куриная грудка. По объему примерно столько же, сколько и баранины. Во-первых, куриная грудка смягчает вкус баранины. Во-вторых, она является клеем, склеивает. Очень хороший получается такой микс баранины и курицы. Тем более, что курица совершенно нейтральное мясо. И что мы к ней добавим? Такого вкуса и будет фарш. У нас баранина ароматная, интересная. Она у нас будет являться основным носителем вкуса. Мясорубка готова. Миска для фарша готова. Поехали. Мясорубка мощная. Прям все перемолола. Так, мясорубка мне пока что не нужна. В фарш добавляем вот что. Значит, сухой тимьян. Чабрец. Прям несколько щепоток. Я хочу котлетки сделать пряные. Такие, повкуснее. Красный базилик. Мне хочется побольше зелени. В фарш. Красный базилик нужно только листочки. Поэтому мы со стеблей отрываем листики. Делаю все на глаз. Тут, знаете как, если вы готовите, то вам понятно будет. С базиликом сталкивались, с луком сталкивались, с зеленью с любой сталкивались. То есть, понимаете, да, что чем больше добавишь туда кинзы, например, или петрушки, то у вас будет больше травяного такого аромата вкусного. Кинзы. Пару корешков. Репчатый лук. Половинку. Мелко режем. Зелень мелко режем. Почему я вместе все делаю? Потому что я хочу превратить в одну овощную массу. И листья, и лук. И у меня еще будет чили перчик. Красненький один. Возьмем для пикантности. Ну вот, плюс-минус, мелко получилось у нас. С овощами. Все это я перекладываю к фаршу. Лук, базилик, кинза, чили перец. Такой аромат создают. Конечно же, этот аромат перейдет и к фаршу. Не забываем про соль. Немного зиры. Не помешает баранина, обожает зиру. Баранина, обожаешь зиру? Обожаю. Вот и я говорю. Все, немножко зиры. В ступку. Зиру, чтобы свеженькая она была, ароматная. Прям вообще супер такая. Аппетитный аромат. Все, зиру можно сильно там в порошок не перемалывать. Сколько получается? Ну вот, давайте так. Ну, наверное, чайная ложка без горки. Черный перец, надо не забыть. Тщательно вымешиваем фарш. Ну, как тщательно. Нужно его хорошенечко смешать. Отбивать не надо. Курица склеит. Тут все прекрасно и без, так сказать, и без отбивания. Без серьезных физических нагрузок. Все, лучок разошелся. Видите, он уже сам по себе начинает тянуться, фарш. Вот вроде бы я не отбивал его, а вот из-за курицы он получается такой клейкий, удобный в работе. Из него прекрасные фрикадельки получатся. Так, фарш готов. Теперь второй фарш. То есть второе, что у меня будет, кроме котлеток, вернее, основа или гарнир, назовите как хотите. Как гарнир я буду делать решки. Решки – это огромный драник, если по-русски. Это немецкая кухня, из немецкой кухни. И очень много, часто в ресторанах подают такой большой драник с начинками. Сверху можно что-то положить. Вот, соответственно, у меня будет это все в таком виде. Значит, картошку по классике в Решке используют сырую плюс отварную. Я буду использовать только сырую. Он должен быть похож на наш вкусный, классный драник. Потому что котлетки будут аппетитные, и драник должен быть такой настоящий. Потому что когда мы добавляем вареную картошку, он становится каким-то неузнаваемым. мягкий внутри такой, как будто бы тесто туда добавили. Даже не все понимают, что это такое происходит. Приносят драник такие, типа, что он такой странный по вкусу. Это все нормально, ничего странного нету. Просто мы не привыкли использовать сырую и вареную картошку вместе. О, я думаю, достаточно будет такого объема для того, чтобы на целую сковородку раскатать драник. Далеко не убираю. Значит, одна картошка у меня лишняя оказалась. А вот морковка. Ее следует почистить, во-первых. Я ее для цвета добавляю, для картинки. Поинтереснее, посимпатичнее. Просто берем половинку морковки и трем на крупной терке, на такой же. Она, во-первых, точно так же прожарится, как и картошка. Не будет никаких проблем. Морковку картошки переправляем. Соль. В первую очередь. Теперь перемешиваем солью для того, чтобы из картошки и морковки вышла лишняя вода. Мы же должны ее отжать. Все, даем буквально минуту постоять картофелю. За это время нужно добавить, конечно же, сюда лука. Ну, нарезать прежде, чем добавить. Сначала надо отжать. Да, все. Потому что такой соломочка. У нас картошка соломкая, морковка такой, ну, условной соломкой. Да, и лучок тоже наискосочек режем. Чтобы у нас плюс-минус там одинаково все это выглядело. Значит, маленький зубчик чеснока. По традиции. Раздавили. Соли чуть-чуть добавили. И обухом ножа, таким образом, растираем, превращаем его в пасту. И пока не отправляем. Чуть было не добавил. Сито. Еще одну миску. Просто-напросто, видите, тут же сразу соль выгоняет влагу. Отжатый материал. Для нашего орешки отправляем в сухую миску. Отлично. Обязательно немного муки нужно сюда добавить, для того, чтобы все это у нас держалось. И, конечно, яйцо. Но я вижу, что одного яйца здесь многовато. Поэтому добавляем половину яйца. Как добавить половину яйца? Берем вилку. Взбиваем яйцо и выливаем половину. Столько, сколько нам нужно. Достаточно. Ну, я еще всегда люблю перчик сюда добавлять. Поэтому, смотрите, сами не нравится, не добавляйте. Нравится, чуть-чуть надо добавить. Все, теперь всю нашу массу для орешки перемешиваем. Видите, она симпатичная получилась. Желтенькая, зелененькая, беленькая. Все тут, так сказать, симпатично, аппетитно. И нет никакой лишней влаги. Все перемешиваем. Во. О, отлично. Ставим две сковороды. Одна у нас будет для драника, а одна для котлеток. Та, которая для котлеток, ставлю на более интенсивный огонь. Мне нужно больше огня. А та, которая для драника, поменьше огня. Сразу же наливаем масло, чтобы оно нагревалось вместе со сковородой. Я взял масло Тайра, классическое рисовое, в PET-упаковке. Плюс-минус одинаковое количество масла и туда, и туда. Выкладываю картофель с морковкой на сковороду и просто-напросто выравниваю до того размера, который мне будет нужен. Тут, смотрите, будет слишком тонко, не сможете перевернуть. Будет слишком толсто, не пропечется. Поэтому нужен баланс. В любом случае, у меня сам драник будет готовиться дольше, чем котлетки. Котлетки маленькие, быстро жарим, перекладываем, да? Дранику нужно время. Это, кстати, очень удобный гарнир, который можно использовать для всего. Даже если вы просто сосисок отварили, быстренько натерли. Просто драник, ну, как бы банально. А тут раз, добавили того-сего, и у вас получилось интересное блюдо. Прекрасный гарнир. С одной стороны примерно где-то минуты 4, а то и 5. Нужно хорошенечко жарить, чтобы там, во-первых, все прогрелось, чтобы тот край поджарился, склеился. Потом уже будем переворачивать. Тоненькие маленькие котлетки. Это цель нашего приготовления. Быстро лепим, быстро отправляем масло. В общем, котлетки нужно все пожарить. А драник нужно поглядывать за ним. Ну и, соответственно, когда уже 4-5 минут пройдет с одной стороны, переворачивать его. Да, драник 4-5 с каждой стороны. А котлетки до готовности, они маленькие, быстро очень готовятся. Поэтому поглядывайте за ними, в общем, до готовности. Жарим и то, и другое. Котлетки жарим. Берете котлетку одну, разламываете. Во-первых, пробуете на соль. Во-вторых, смотрите, чтобы внутри ничего там не было красного. У нас, потому что курица, баранину там допустимо есть в сыроватом виде, а вот курицу нет. Котлетки почти все готовы. Все, тут у меня уже остались на догреве, так сказать. Вот это все, что от котлеток осталось. Здесь масло, кусочки мясного сока там и так далее. Никуда пока что не деваем. Потому что у меня по плану еще соус. По вкусу вообще очень вкусно. Мне понадобится погружной блендер Starwind. Это мощный блендер, который может справиться даже с плотными продуктами и измельчить их до нужной консистенции. У блендера удобная и не скользящая ручка с управлением. В комплект входит мерный стакан и венчик для взбивания. В розетку его сразу включаем. Баклажаны запеклись, даже немножечко остыли. Их нужно очистить. Но не так, как мы привыкли, очищаем шкурку. А наоборот, выгребаем всю мякоть, а шкурка остается. Значит, мякоть баклажана складываем вот сюда, вот в стакан. Чесночок обязательно. Добавляем минимум ингредиентов. Значит, сухой тимьян. Обязательно чуть-чуть. Чеснок уже там есть у нас. Добавляем жирные 33-процентные сливки. Пока что немного. Все регулируется в процессе. Устричный соус. Продается на всех маркетплейсах. Заказать без проблем привезут на блюдчике с золотой каемочкой. Это никакой не секретный ингредиент. В России очень популярен. И петрушка. Берем тоже на вкус и цвет. Но она зеленит немножко. То есть, кто любит травянистый привкус? Очень хорошо. Можно немного больше. Я вот буквально с парой веточек только листочки. Для того, чтобы у нас там палочек никаких не попадалось. Чтобы все мягкое было. Соус все-таки. И немного масла. Масло создает эмульсию. Поэтому такого рода соусы на баклажане без масла не обойтись. Все. Баклажан мы солили в самом начале. Поэтому соль аккуратно. Можно потом досолить сам соус. Но и устричный тоже соленый. Поэтому здесь должно быть все очень деликатно. Достаточно. Все. Соус получился однородный. Видно по консистенции. Да. Баклажан серый. Здесь слишком активно не поиграешь с цветом. Ну, ничего страшного. Зато он очень-очень вкусный. Вот. Аромат чеснока появился. Хорошо. Уже все стало поинтереснее. Переходим к сервировке. Я сейчас прежде всего уберу все лишнее с тола. А то у меня тут, видите, мусор и грязь. И тарелочку принесу. Берем тарелочку побольше. И смотрим, что у нас тут. Опа. Перевернули. О, отлично. Где-то подрумянилось чуть больше, где-то чуть меньше. Ну, это ж такое творческое дело. Главное, чтобы все пропеклось. Сдвигаем от центра. Да, чуть было не упустил. Вот то, что от котлеток осталось, прижарочек, вот этот вот с маслом вместе, сюда его в соус отправляйте, перемешивайте. Вкус будет еще интереснее. Котлетки. Небольшие котлетки. Так вот выкладываем их аккуратно. Опа-ля. Салат. Самые красивые нежные частички отрываем. Собираем. Потому что салат, как овощи, в принципе, зелень салатная, это всегда должно присутствовать у вас в тарелке. Микроэлементы, витамины. И это же все молодая зелень. Зимой, знаете как, весной даже, когда еще ничего толком-то не выросло, мы всегда переживаем, что зиму пережили кое-как. А витаминов все равно не хватает. К котлеткам добавляем соус. Прям в серединку. Опа. Блюдо получается большое. Если вдруг у вас большая семья, вообще не отказывайте ни в чем. Выкладывайте все котлетки. Или делите на 4 части, каждому по кусочку, 2 котлетки, соус, салатную зелень. Рекомендуется всегда салатную зелень смазать маслом. Ну, смазать условно. Я не люблю ее замешать в отдельной миске. Потом все это перемешать, перевалять. Она быстро начинает вянуть. Ну, просто создаем блеск. Все готово. Надо бы попробовать. Это ж без этого никуда. Котлетки-то я уж попробовал. Вообще шикарнейшие, пришикарнейшие. Значит, все осмотрим. Внутри все прожарилось. Соус из печеного баклажана. Салат великолепен. Его не надо ни солить, ни кислотой поливать. Просто хрустяшка внутри. Вернее, во рту. Решки. По-русски драник пропекся весь полностью. Я думаю, что вот так, наверное, надо сделать. Все вместе безумно вкусно. В итоге в тарелке нет ни одного незнакомого для вас ингредиента. Ингредиенты все доступные, понятные. И самое главное, вместе они очень и очень вкусные. Я настаиваю, чтобы вы приготовили это блюдо. Великолепное. Значит, соус универсальный. Подойдет к любым мясным блюдам, к шашлыку. Даже рис можете просто им заправлять. В остальном, я к вашим услугам. Заходите на огонек. У меня есть, чем вас порадовать. А вам, соответственно, будет, чем порадовать вашу семью. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Приятного аппетита. Субтитры создавал DimaTorzok